Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас отчетное видео по совместному проекту вязальной гонки. Напомню вам, что в этом проекте я участвовала совместно с Катей из канала Магия Вязания. И оставлю вам сегодня в инфобоксе ссылки на два предыдущих ролика. Это старт проекта, который был в прошлый понедельник. И в четверг у нас был промежуточный отчет такой небольшой. И также на канал Кати непосредственно, чтобы вы могли посмотреть серию этих роликов также у нее. Сегодня у нас понедельник. Отчетное видео. Честно говоря, мне сегодня очень трудно снимать. У нас после вчерашнего урагана такая влажность в воздухе, что просто нечем дышать. Открытые окна, возможно, будут мешать посторонние звуки. Я очень надеюсь, что, конечно, нет. Но просто нечем дышать. И единственное, на что сегодня способен нормальный человек, это просто лежать и хотя бы не умирать. Но я этим часто занималась. Ну, просто нету сил. Мне вообще не свойственно лежать в течение дня. Я и ночью-то не очень много это делаю. Но просто вот это какой-то ужас. Так, ну что, я, наверное, хочу вас в первую очередь поздравить с наступающим учебным годом. И пожелать вам, чтобы в этом году все прошло спокойно в первую очередь. Чтобы ваши дети были более самостоятельны и ответственны перед своими прямыми ученическими обязанностями. Чтобы вам легче давалось домашнее задание по вечерам. Меньше стресса, меньше этого всего. Ну и больше, конечно же, свободного времени на то, чтобы отдохнуть с семьей. И, естественно, на то, чтобы повязать. Я тоже очень надеюсь, что этот учебный год будет полегче. Прошлый год у нас был, ну, такой себе. Все-таки начало переходного возраста сказывается. И, ну, так, знаете, не без проблем. Завтра уже 1 сентября. Линейка, начало учебного года, день знаний. Все это вместе. Но это никакой не повод не заниматься вязанием и каналами. А наоборот, я очень надеюсь на то, что сейчас с началом учебного года, с приходом сезона вот этого вязания вас станет намного больше. Я не то, чтобы жду большого наплыва подписчиков. Я очень надеюсь, что люди, которые на меня уже подписаны, просто будут чаще смотреть мои ролики. А я, в свою очередь, буду больше усилий к этому прилагать. В связи с этим я хочу у вас в первую очередь, прежде чем я расскажу вам о своих продвижениях за эту неделю, да, и прежде чем мы выясним, кто же кого обогнал, да, я хочу у вас спросить вашего совета насчет фона. У меня до этого был такой серый фон. Это такая скатерть, которая приходила мне с китайского сайта. Досочки такие, да, якобы облезли. Эти доски мне самой поднадоели. Но на самом деле, если сравнивать со всеми другими фонами, это был очень удобный фон. В том плане, что он легко стирался в стиральной машине. И на нем была, ну, мне кажется, очень хорошая цветопередача. То есть и фокус хорошо всегда держался на предметах, и пряжу было показывать очень удобно, потому что цветам передавались максимально правильно. Я просто даже, если честно, не помню моментов, чтобы как-то прыгал свет именно на том сером фоне. Но я наслышалась о том, что всем надоели эти доски, и, видимо, слишком сильно восприняла это на свой счет. И решила этот фон убрать из кадра, но мне, к сожалению, на данный момент нечем его заменить. Я уже не первый месяц ищу какой-то интересный фотофон. Но мне не хочется, чтобы это был, во-первых, какого-то другого размера. Не такого, как у меня столешница стола, да, потому что это будет неудобно. Это будет половина стола с фотофоном, половина без фотофона. Нужно будет постоянно ловить кадр. Потом мне не хочется, чтобы это было какая-то, как это сказать, да, кусок дерева, потому что, ну, опять же, это неудобно для меня. В общем, меня вполне устраивает именно вариант какого-то материала, который можно застелить на стол. И поскольку у нас в городе нет, к сожалению, магазинов с тканями, да, какими-то, ехать ради этого сейчас в Минск я просто себе позволить не могу. Тем более в наше время, в нынешней ситуации это даже слегка опасно. Вот, и я достала из своих запасов, у меня был вот такой большой отрез, ну, как большой, для тех целей, для которых я когда-то его покупала, это большой отрез бархата такого. И вот почему-то решила, что он будет здорово смотреться в кадре. За неделю, в которой он здесь находится, он весь в кошачьей шерсти, и не все, не все можно снять, да, то есть это если сидеть снимать, ну, это заманаешься. Короче, я сегодня утром думала о том, чтобы обратно вернуть свои досочки, но хочу спросить вашего мнения, вот, как вы считаете, оставить этот фиолетовый или все-таки вернуть те серые доски? Этот и темноват, и, наверное, слишком, как это, активный, да, ну, то есть он как будто бы внимание, что ли, уводит от предмета разговора. В общем, лично я склоняюсь больше за серый. Вот, так что жду ваших комментариев, и тогда вместе решим, на каком фоне мы будем смотреть следующее видео. Так, ну, а теперь, что касается моих вязальных гонок. Я хочу сказать, что, честно говоря, я ожидала большего от себя, но, как обычно, я не могу целую неделю, не получается у меня целую неделю прям так усердно работать. В плане вязания, да, столько времени посвящать вязание, я очень довольна была первым днем со старта, потому что мне удалось очень хорошо продвинуть свои процессы в первый день. Я навязала большое количество ветров и прямо уже мечтала о том, что у меня так будет ежедневно на протяжении этой недели. Но, поскольку я снимаю видео каждый день, да, не снимаю каждый день, а у меня выходит видео практически каждый день, за исключением вот этих двух выходных снова, в которые у меня не вышли видео из-за того, что снова были проблемы с интернетом, была настолько низкая скорость интернета, что невозможно было ничего загрузить. Самое интересное, что в этой же комнате, где у меня стоит компьютер, загружалось видео с субботы, на субботу я грузила видео вам на вторую половину дня, это была болталка, и я ее поставила на загрузку, прежде чем отправилась укладывать ребенка спать, и в итоге только сегодня утром у меня появилась возможность в итоге третий раз залить это видео на канал, и оно загрузилось. А вот мы смотрели, ребенок смотрел мультики в этой же комнате, и все было прекрасно. Притом я пыталась загрузить из мобильного устройства, и думаю, что была проблема именно в том, что было ограничение именно на выгрузку информации, да, для того, чтобы люди не делились какими-то своими там видео и фотоматериалами, да, в связи с событиями в нашей стране. В общем, я планировала вас неплохо развлечь выходные, в итоге у меня вышло только видео в пятницу, вот те видео, которые я усердно в пятницу снимала и потом в ночи монтировала, но буду показывать вам уже на этой неделе. Вот. Ну, в общем-то, грустно, конечно, что я так считаю, могло бы быть лучше, но спасибо и на этом. Давайте, наконец-то, мы перейдем, в общем, к тем моим процессам, которые мне удалось продвинуть за вязальной гонкой. Я вводила в проект пять процессов, три из них сейчас вот здесь в кадре, да, вам видно, это значит, что всего три проекта я продвигала. Я еще вводила в проект, у меня, значит, было три процесса, да, сарафан, кардиган и джемпер голубой спицами за Дива Плюс, и два проекта были на стадии пряжи. Это вот этот джемпер с листьями, по которому, опять же, я снимаю мастер-класс, и топ, по которому у меня составлено описание. Значит, с топом у нас, в общем, окончательно решила я выпускать его к весне, потому что сейчас мне просто не хочется. Не хочется, знаете, у меня с этим топом столько связано хороших эмоций, и мне бы хотелось выпустить его с такими же хорошими эмоциями и такие же хорошие эмоции, сохранить от всего, что с ним связано, и мне бы не хотелось расстраиваться из-за того, что он будет вам не интересен в связи с тем, что закончился сезон. Это, конечно, в первую очередь моя вина, никто не спорит, но и, скажем так, выбор, да, за тем, когда выпускать описание на летние вещи, остается в первую очередь за мной, поэтому я решила, что более правильно, даже не более правильно, а что правильно будет выпустить его к весне, для того, чтобы это было актуально в текущие моменты, чтобы вам это действительно было интересно. Вот, поэтому с описанием мы подождем именно топа, а я для вас, тем временем, у меня будет больше времени на то, чтобы подготовить другие описания уже по сезону. Значит, с чего начнем? Давайте начнем с джемпера, да, потому что я знаю, что этот процесс очень многим интересен по сей день. У нас в совместном проекте уже началось вязание, многие девочки неплохо продвинулись, и я думаю, что мы... Ну, во-первых, я думаю, что за вот эту текущую неделю я закончу этот проект, особенно с условием, что у меня пряжа из расчета только на короткие рукава, да, и думаю, что часть девочек тоже будут достаточно быстро вязать, и уже совсем скоро в инстаграме мы вам покажем свои готовые работы. Не знаю, как на ютубе, буду ли я что-то выпускать, посмотрим. Значит, на начало проекта вязальной гонки у меня не было этого процесса, я показывала лишь моточки пряжи, это Сиам Диафайн, вот такая пряжа, здесь на 50 грамм 210 метров, и по составу 45% хлопка, 15% льна, 40% вискозы, и вяжу ее крючком 2,1, точно таким же, как я вязала и первый свой джемпер. Ну, давайте вставлю вам фотографию того, что у меня есть, те фотографии, которые у меня есть. Скажу вам, что сейчас по этому джемперу идет совместный проект, значит, в совместном проекте я выгружаю поэтапно части мастер-класса, да, то есть, если есть какой-то кусочек, чтобы можно было дальше вязать, не один ряд, то я его выгружаю. И на сегодняшний день для спонсоров канала доступна первая часть этого мастер-класса в том числе, то есть, если вы подписываетесь на спонсорство, это внизу под видео есть такая синяя кнопочка «Спонсировать», там есть три уровня спонсорства, вы выбираете любой, то есть, именно этот мастер-класс доступен по любой подписке, вы выбираете тот, который вам больше нравится. И единственный момент, что вот этот мастер-класс, если вы вдруг решите подписаться, будет вам доступен только на следующий день, но это такая техническая проблема, да, то есть, YouTube не умеет так быстро обрабатывать заявки, поэтому сегодня, если вы подписываетесь, то через сутки это все дело обновится, и на завтра вам уже будет доступен мастер-класс. Уже следующая часть его, она будет доступна в тот же день, когда я ее выпущу, то есть, вам не придется ждать снова, чтобы прошли эти сутки. Так, про спонсорство давайте в двух словах расскажу. Значит, есть три уровня спонсорства. В будущем, если будут какие-то изменения, я обязательно буду держать вас в курсе дела. Спонсорство – это такая интересная штука. Я, честно говоря, до сих пор еще не поняла, как это, мотив создания этой функции, и все-таки, когда смотрю каналы, у которых эта функция подключена, понимаю, что это сделано, и когда читаю рассылку, да, от YouTube, я постоянно это делаю, потому что я считаю, что это важно. Я понимаю это как способ, значит, эту функцию придумали, я считаю, да, то есть, я так понимаю, для того, чтобы у зрителей, у фанатов, да, ну, если так называть, да, есть же такое слово «у фанатов», была вот такая вот возможность поддержать блогера за его деятельность. Вот. Но мне так неудобно, то есть, я не могу просто так, поэтому я для вас буду выгружать мастер-классы вот эти. И получается, что вы, когда подписываетесь, ну, к примеру, вы сегодня подписались, сегодня 30-е, 30-е, 31-е августа, да, и у вас каждый месяц с той карточки, с которой вы производили оплату, будет списываться одинаковый платеж, да, на протяжении того периода, пока вы не откажетесь от этой услуги, да, то есть, вы можете в любой момент прекратить, но, если вы, к примеру, сегодня подписываетесь, а завтра решите отписаться, то вам до конца оплаченного периода все эти функции, все эти бонусы будут доступны. Ну, к примеру, я подписалась 31-го августа, и все, больше ничего не делаю. Значит, в последний месяц, в последний день месяца у меня с карточки будет постоянно списываться сумма эквивалентная стоимости того уровня спонсорства, который вы выбрали, да, пока я вдруг не решу, что я больше не хочу спонсировать этот канал, и не зайду в YouTube свой аккаунт, и не отпишусь от спонсорства этого канала, да, то есть, к примеру, я решу, что я 15-го октября, да, не хочу больше спонсировать этот канал, я отписываюсь, но мне до конца октября, да, будут доступны все вот эти функции, все эти бонусы, которые предложены спонсором канала. Так, я не подумайте, не настаиваю, это абсолютно добровольное вообще дело каждого, и там спонсоров у меня всего 11 человек, так что не думайте, что это какое-то очень массовое мероприятие. Для тех, кому недоступна функция спонсировать, но вы очень хотите связать такой джемпер по моему мастер-классу, напишите мне, я вам предложу вход в совместный проект, если у вас нет желания, обычно это связано просто с отсутствием свободного времени, да, нет желания участвовать в обсуждениях, да, потому что девчонки там, конечно же, общаются не только на тему вязания джемпера, но и как-то уже перезнакомились между собой, общаются на разные темы. Если у вас нет желания и времени в этом участвовать, вы можете просто войти в комнату, где я собираю только информацию по самому джемперу, то есть какие-то ссылки на YouTube на те же части, да, схемы, если они нужны, какие-то пояснения по ходу проекта, если они вдруг возникают. То есть получается, что есть два чата, в одном только информация по мастер-классу, в другом девочки общаются, и вы можете вступить, да, только туда, куда вам нужно, ну, или если хотите общаться, то это прекрасно. Так, слишком много слов не по делу. Давайте все-таки про джемпер. Значит, у меня было 7 мотков изначально этой пряжи. На сайте Пряжа Суя посмотрела эти мотки в наличии, до сих пор не определилась, что мне лучше сделать, честно говоря. Наверное, я сейчас, когда сниму это видео, напишу им и спрошу, что там слышно с пряжей для мастер-классов будущих. Если они мне пряжу на днях собираются вызывать, то я просто попрошу, чтобы действительно они мне доложили эти два моточка. Я подумала просто над тем, что впереди целый сезон, да, холодный. И несмотря на то, что все-таки это вещь как бы по составу летняя, для меня это будет всесезонная вещь. И все-таки правильнее было бы ее связать с длинными рукавами, да, то есть прям конкретно полную длину рукава и оформить те самые маджеты. Тем более у меня есть джемпер коричком, он, правда, совсем другим узором и связан с другой техникой. Давайте оставлю вам ссылку здесь вверху, да, в правом верхнем углу. Этот джемпер, кстати, очень большой популярностью пользуется. Вам огромное спасибо за то, что вы его так высоко подняли в рейтинге. Это невероятно, когда ты заходишь в Яндекс, пишешь джемпер кричком и твое видео на первом месте. Вы представляете? Для меня это просто вау, честно. Я никогда бы в жизни не могла подумать, что такое может случиться. Вот, значит, там у меня длинные рукава, манжеты, и я думаю, что, наверное, было бы неплохо именно так этот джемпер и оформить, да, то есть с полной длиной рукава. Сейчас у меня 4 мотка целых. Здесь вот только 3. Я вижу, на столе 4 я вчера перематывала, когда уже не могла больше вязать. Значит, я честно думала, что я его намного больше продвину, но у меня возникла ситуация неприятная с другим моим процессом, который я также активно продвигала, и мне просто не хватило времени на то, чтобы больше заниматься этим джемпером. На сегодняшний момент здесь связан весь реглан. Я отсняла в пятницу часть мастер-класса теоретическую с расчетами по переходу на вязание тела, и остается мне только сегодня сесть и продолжить съемки уже практической части, для того, чтобы можно было отправить девочкам. Поэтому на этой неделе этот процесс будет также дальше основным. Ну и давайте мы посмотрим, что у меня здесь связалось. Я сейчас достану весы. Значит, по моточкам у меня в работе третий моток. Так, как-то мне так надо поставить, чтобы вам было хорошо видно, и чтобы оно не занимало весь кадр. Вроде бы видно, да? Так, клубочки я ложить же не буду. Значит, у меня здесь три моточка, и это 144 грамма полотна. Даже, наверное, больше, потому что там часть вон лежит. Так, у меня есть тут корзинка. Я ее недаром поставила. Так будет удобнее. А есть же кнопочка тара. Ладно, я забыла. Так, 144 грамма весит мое отвязанное полотно. Это все связано с завязальной гонки. Ну, в общем, запомнили, да? Сейчас, когда все покажу, будем считать, сколько же мне связалось. 144, 146, да? 146. Дайте, если я помечу. 146 грамм. Дальше, следующий мой проект. Он тоже был с таким хорошим уклоном, да? То есть, я его рассчитывала хорошо повязать. Это сарафан, по которому у меня также идет совместный проект. Это первый совместный проект, который я запустила. И в пятницу вечером я так основательно его повязала. То есть, я вообще на протяжении недели постоянно с ним работала. И чтобы вы понимали, у меня готово полностью тело. Но последний кусочек большой работы я заканчивала в пятницу. То есть, я вязала почти до раннего утра. Часов до трех, наверное, я вязала. Это для меня не свойственно. Мне проще. Проснуться рано, чем поздно лечь, да? Но мне тут гости нарисовались. В общем, пока они болтали со мной, я, естественно, вязала и болтала с ними. Но я не довязала один ряд. И в субботу, когда я утром села дома, но я сейчас довяжу ряд. Пойду отпарю и возьмусь за какой-то другой процесс. И буду такая большая молодец. Я разворачиваю это полотно на полу, знаете, как... Вот так. И понимаю, что я вывязала вот эту часть, где пройма, где прибавки для формирования горловины со стороны подола. Это был ужас, потому что мне пришлось распустить, получается, 30 рядов, что ли. Ну, короче, как-то очень много. 10, да, 30 рядов, даже, наверное, больше. Я была очень шокирована в первую очередь, да? Потому что, ну, я уже рассказывала, что я стараюсь на эти темы не расстраиваться и воспринимать это как какие-то казусы в своей работе. Иначе я, если начну из-за этого расстраиваться, то это просто будет, ну, зачем оно? Лишние нервы. В общем, я, получается, вот здесь у меня прямой край, да? И я связала вот здесь это дело. Как я так умудрилась? Я не поняла. В общем, я это все дело распустила и начала вязать по новой. И когда я вчера уже, я, получается, всю субботу вязала, ну, сколько у меня там было свободного времени, вчера целый день вязала. То есть, получается, что то, что я связала за пятницу, я перевязывала два дня. Ну, я думаю, что это связано все-таки с тем, что это перевяз, это уже не так весело и задорно, да? Ты понимаешь, во-первых, что ты уже бы мог переключиться на другой процесс, плюс у тебя вязальные гонки, но оставлять тоже не оставишь. Отложить тоже не отложишь, потому что это все-таки основной процесс. В общем, распустила и села вязать. И когда вчера уже я довязывала последний ряд перед сном, время было еще не очень поздно, я поняла, что у меня что-то здесь не то. И два ромба назад обнаружила, два ромба, полтора. Полтора ромба назад я обнаружила, что я пропустила один ряд в рапорте узора. Вот здесь, когда ромб, как бы вот эти окошки, да, ромб переходит в другой ромб, здесь я пропустила ряд. И, честно говоря, я на протяжении всего вязания сарафана, ну, постоянно пыталась допустить эту ошибку, постоянно в начале ряда я ее обнаруживала и распускала и начинала вязать правильно. А в этот раз, ну, не заметила и связала, ну, уже как связала. И, в общем, я поняла вчера, что это мне уже распускать больше, чем 30 рядов, и этого делать не стала. То есть мне, получается, нужно было бы распустить, о-хо-хоешки-хо-хо, 36 рядов. Но я к этому морально не готова, поэтому, наверное, мне проще будет носить это дело с ошибкой. Из-за этого у меня получилось, что вот здесь, в самом конце, в рапорт я не схожусь с началом, да, то есть когда я буду сшивать, у меня не будет такого, что узор перетек. У меня получится, ну, каша-малаша. Я, походу, видимо, два раза где-то пропустила этот ряд, потому что я здесь вижу, что... Так, здесь еще нормально. Вот здесь еще бывает. Могло случиться нормально, нормально. Ну, я вам, знаете, что хочу сказать? На самом деле, за всю мою вязальную практику, Наверное, это первое изделие, в котором я допустила столько ошибок именно в узоре, да, и не стала их перевязывать. Что столько, наверное, я за всю жизнь не допускала. То есть это первое изделие, где я настолько накосячила и не перевязала. Обычно я могу допустить ошибку не перевязывать изделие, когда, ну, это какое-то там незначительное. Допустим, я делала прибавки на расширение юбки, да, платья, и сделала там одну лишнюю петлю. Ну, то есть при лицевой глади это вообще ерунда, да. А здесь, мало того, что я в узоре один раз ошиблась там конкретно по подолу платья, тоже не распускала, а потом этот ряд пропустила, то потом как-то у меня здесь еще где-то есть в узоре ошибка. В общем, косячно получилось. Но я так прикинула, распускать нет времени. Вот здесь, да, я не знаю, будет вам видно. Вот сторона ромба, она, видите, тут я не знаю, не знаю, как так произошло. Конечно, когда сейчас это сморщенное полотно, ничего не видно. Когда это будет отпарено, это все, конечно, будет видно. Но я рассчитываю только на то, что когда я соберу это изделие вот в готовую работу, все это присборится, сформируются вот эти вот складочки, да, волнистые, что этого ничего не будет видно. Очень на это рассчитываю. И получается, что все ошибки допущены сзади, да, то есть на задней стороне. Ну, будем рассчитывать на то, что люди, которые будут ходить за мной, за мной, они не вяжут крючком и ничего не понимают в этом деле. Но я, конечно, закончила полностью эту деталь. Чтобы вы понимали, это почти что целая покрывала. Здесь огромное, преогромное полотно. Я сложила 8 раз, что ли, если не больше. 4, 5, 6, 7, 8. То есть вот это 8 слоев. Так-то, конечно, мне все очень нравится. И деталь основная сарафана моя готова. Единственное, что мне теперь осталось найти время, и я думаю, что это будет в среду сесть, снять последнюю часть мастер-класса по формированию вот этой круглой кокетки. Вот такое огромное полотно. Так, если не ошибаюсь, на момент старта у меня было там 405, что ли, грамм изделия. Ну и сейчас 526. Я, конечно, прежде чем делать выводы, пересмотрю видео, да, дабы не переписать себе лишних результатов. Но, в общем, 526 на данный момент весит мой сарафан. Вот. Тоже, ну, неплохо, да. И последнее, что мне удалось немножечко повязать, это мой кардиган из пряжи Alize Alpaca Tweed. Это реглан сверху, своеобразной горловиной. Я его потихонечку вязала два раза всего лишь. Немножко вчера. И немножко, по-моему, в среду или во вторник. Я не знаю. Тут, ну, буквально у меня в общей сложности рядов 14 появилось, не больше. Я вот даже на середине ряда вчера остановилась, потому что нужно было уже идти укладывать ребенка спать. Поэтому, естественно, я взвешивать буду в том же виде, в котором я его взвешивала в первый раз. Просто немножко больше провязаны. Поэтому сарафану мне даже нечего вам рассказать, потому что, ну, тут ничего нового не появилось. Вязать его пока сложновато. Все-таки здесь шерсть, альпака. И на улице у нас вот сегодня 25. Погода, конечно, это нужно выходить где-нибудь поздно вечером, когда уже прохладно, и на улице вязать. Кто бы еще комаров отпугивал. Так, ну что, давайте взвешивать. С теми же спицами, с теми же макерами я ничего не снимала, не убирала. И сейчас здесь 134 грамма весит мой кардиганчик. Все остальные процессы я не буду взвешивать. Не вижу в этом смысла, если я их не продвигала. 134 грамма. Так, сейчас я поставлю видео на паузу. Схожу, посмотрю, что у меня было в первом видео. Подведу итоги. И подключусь, расскажу вам о результатах вязальных гонок. Так, я пересмотрела свое видео. Слава богу, что можно увеличить скорость. Значит, я себе пометила, что у меня было изначально в сарафане 405 грамм пряжи. В джемпере ничего не было. Да, он новый процесс на этой неделе. И в кардигане у меня было 117. Вот это то, что мы сейчас с вами взвесили. И результаты. Значит, получается, что я вывязала за неделю 121 грамм пряжи лизадива. Силк-эффект 146 грамм пряжи Сиам Диафайн и 17 грамм пряжи Лизе Альпака Твит. Да? Или как оно там? Правильно. Так, осталось нам все это дело сейчас умножить на метры в... На метры в чем? Ой, чудо, Алина. На метры в мотке. Короче, на метраж. Так, ну что там первое у нас? Первое это сарафан из Дивы. Значит, в моточке Дивы на 100 грамм 350 метров. Значит, в одном грамме 3,5 метра. Я уж не буду тут вам телефоном, он все равно бликует, да? Кто захочет, сможет перепроверить. 121 грамм я умножаю на 3,5 и получаю 423 метра Дивы. Я связала за этот проект. Дальше. Сиам Диафайн получается на 50 грамм 210 метров. На 100 грамм 420 метров. Получается, что в одном грамме 4,2, да? 146 умножить на 4,2. Это 613 метров. Сиам Диафайн. И последнее это Альпака. Там на 100 грамм 250 метров. В одном грамме, соответственно, 2,5 метра. Умножаем 17 на 2,5. Это 42,5. И теперь все это прекрасно мы сейчас будем складывать. Так, 42,5 плюс 613. 13 и плюс 423. Итого, результат моей вязальной гонки. 1078,5 метров. Вуаля! 1078,5. Ну, что вам хочу сказать. Я вспоминаю, значит... Вот многие, да, я не знаю, почему так случилось. Но немногие. Есть люди, которые почему-то считают, что я не вяжу. Вот сейчас у меня такое время, что я якобы перестала вязать. Я с вами категорически не согласна. 1078, да, в неделю, если прикинуть. И это я, ну, вязала, как получалось. Прикинуть на 4, это 4300 метров. Ну, вот смотрите. 4300 метров, к примеру, на одно изделие плечевое, на меня, на взрослого человека, на большого взрослого человека, занимает где-то 1600 метров. Вот если поделить вот это все дело на 1600, то получается, что в месяц я практически 3 плечевых изделия могу связать. Я не считаю, что это мало, потому что, ну, при наличии маленького ребенка постоянно дома, ну, практически постоянно, тоже любят меня. Ой, там, с икровь вам постоянно помогает. С икровь, когда помогает, в эти дни я только снимаю практически. То есть у меня не бывает такого, что я завезла Максима, уселась, ноги закинула и вяжу себе тут сигару покуриваю или еще что-нибудь такое, да. Я в это время снимаю видео, снимаю мастер-классы, все это дело стараюсь монтировать, плюс параллельно веду домашний быт обычный. И вяжу я все равно или с Максом, или пока он спит, или, к примеру, пока он там играет вдруг и, ну, то есть как-то отвлекся, я могу себе там позволить каких-то 15-20 минут повязать. То есть, поэтому я не могу сказать, что я не вяжу. Да, я стала вязать меньше, но это вполне очевидное явление. И, слава богу, оно временное, да. Вот. Так что я, честно говоря, не могу сказать, что я недовольна. Я в целом считаю, здорово, что я, несмотря на то, что не так уж просто, да, не забросила это дело. И мне есть чем гордиться, я считаю. Поэтому, что сказать? Я довольна. Я довольна. Могло бы быть, конечно, лучше, но могло бы быть и хуже. Ладно, все. Я не знаю, что у Кати мы не списывались, да. То есть, я не знаю, насколько у нее там продвинулось. Я ставлю ставки на то, что Катя все-таки выиграла эти вязальные гонки. И если это так, то я Катю, конечно же, поздравляю. Хочу вам сказать, что в сентябре у нас тоже будут вязальные гонки, но уже будут немножечко в новом формате. Пройдут они, по-моему, с 14-го числа. Посмотрите на календарь, когда там понедельник, по-моему, 14-е. А нет, я вру. Если первое, это вторник, наверное, подождите. Что-то я совсем запуталась. Так, где у нас тут есть такая штука, называется календарь. А нет, с 14-го, все правильно, с 14-го по 20-е будут вязальные гонки, поэтому, если интересно, следите за каналом. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, заглядывайте на канал Кати. А мы с вами увидимся завтра. Завтра у меня будет визовлог. Я целую неделю даже больше снимала визовлог. Он получился достаточно длинный, поэтому завтра вам будет по что повязать. И завтра визовлог выйдет раненько утром. и надеюсь, что это наконец-то станет хорошим поводом выпускать видео рано утром, как в старые добрые времена. Потому что мне постоянно не хватало одного видео, чтобы перейти на этот рубеж. Все, на этом все. До новых встреч и всем пока-пока. Пока-пока.